Далее будем говорить с нашей следующей гостью о ситуации на юге нашей страны. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменю появляется в нашем эфире. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Героям слава. Наталья, есть информация от главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. Он сообщил, что утром 4 октября Береславский район Херсонской области оказался под огнем российской авиации. Захватчики сбросили с десяток бомб. Кроме того, мы знаем, что были удары и накануне, также управляемыми авиабомбами. И по жилому кварталу пригорода Херсона, Антоновки, были разрушены жилые дома. Также авиация сбросила по 2 управляемые авиабомбы на Ольговку и Адрадокаменку, и еще 4 на Николаевку. Досталось Чернобаевке и Херсону. Скажите, с чем связана такая интенсивность и в целом эти варварские обстрелы? Как обычно, враг делает акценты на тех направлениях, от которых хочет отвлечь внимание в боевом смысле. На Херсонском направлении успехов боевых враг не имеет. Имеет серьезные проблемы на Запорожском, и, соответственно, ему нужны силы и средства, которые будут подтягиваться именно на Запорожское направление. Имитируя остановку сил обороны, враг пытается атаковать и атаковать с использованием управляемых авиабомб как единственным превосходством в этом направлении. Поскольку именно авиация сейчас есть для оккупантов самым действенным способом, и они используют и дроны с воздуха, бомбя мирных людей, скидывая на них осколочные гранаты. И ударные дроны, которые они модифицируют для того, чтобы увеличить их дальность полета, поскольку мы откидываем силы оккупантов на левом берегу все дальше и дальше от правого. Им необходимо иметь способ доставать до правого берега. И вот таким образом происходит наращивание вот такой авиационной агрессии. И, понимая, что у нас нет таких сил противовоздушной обороны сейчас, на данном этапе, которыми мы бы могли сбивать эти самолеты, которые несут управляемые авиабомбы, враг ставит для себя в приоритет именно авиационные удары. Анна Даталья, и еще информация. Вы говорили о том, что российские войска сейчас во время ракетно-дроновых атак все чаще используют сложные траектории, чтобы истощить нашу украинскую противовоздушную оборону. Отражается ли это на результатах их поражения, всех этих целей воздушных? В определенном смысле, да, есть отражение на результатах. Например, когда была атака с семью дронами и уничтожено было четыре, сразу же процентное соотношение сбития очень серьезно падает. Но в этот момент нужно учитывать, что именно направление движения, траектория движения дронов была использована, можно сказать, оригинальная в эту атаку. Рассредоточение, использование дополнительных фальш-целей. Все это влияет на эффективность работы противовоздушной обороны. И враг подбирает тактику, максимально стараясь найти способ быть эффективным, быть победоносным, как им хотелось бы подавать свои атаки под таким соусом. На самом деле, следующая же атака в более массированном количестве дронов показала, что из 31 были сбиты 29, потому что мы тоже реагируем на их подбор тактики. Мы тщательно анализируем, что и как они делают, для чего это делают и какой это даст им результат. Поэтому наше противодействие базируется на тщательном изучении предыдущей тактики врага. Скажите, а откуда чаще всего сейчас пускают дроны Камикадзе и способны ли, как вы считаете, к зиме увеличить количество запущенных дронов? Не 30 и 40, а 50-100? Ну, там включится все-таки еще и погодный фактор. Не надо забывать об этом. Они не очень любят и не ладят с порывистым ветром. Если их обледенение не сильно пугает, то вот как раз порывистый ветер для них является впечатляющим фактором, скажем так, на их работу. Но при этом мы говорим о том, что в последнее время все чаще они запускают с Крымского полуострова, с мыса Чауда. Это значит, что это направление для них приоритетное и их тактика действий подтверждает, что им удобнее направлять с этого места. Хотя Приморско-Октарск остается тоже пусковой базой и время от времени используется северное направление, северо-восточное, это Курск, откуда тоже дроны направляются для того, чтобы максимально рассредоточить нашу противовоздушную оборону и ее усилия. Тем не менее, наращивание количества дронов абсолютно возможно. Мы наблюдаем прибытие грузовых бортов по маршруту Тегеран-Москва. Это значит, доставляются как готовый уже продукт, так и запчасти для тех дронов, которые Россия собирает на своей территории. И, Наталья, давайте еще поговорим о ситуации в акватории Черного моря и также на территории временно оккупированного полуострова. Накануне оккупанты заявляли, что якобы сбили у Севастополя украинскую ракету «Нептун» и БПЛА. Но это уже обычная тактика оккупантов в информационной битве, говорить «потерь нет» или «збито все». Скажите, есть ли у вас информация по поводу событий в Крыму? События в Крыму разворачиваются по все-таки нашему сценарию, по сценарию бархатно-хлопкового сезона или хлопкового, как им там уж будет приятнее. В любом случае, слово «бавовно» они тоже выучили. На данном этапе можно сказать, что спокойствия нет ни у берегов Крыма, ни на самой территории Крыма, поскольку они заняты перемещением систем противовоздушной обороны. В связи с поражением некоторых центров им было необходимо перемещать. Многие системы противовоздушной обороны уже выведены из строя и не подлежат эксплуатации, поэтому им нужно перерассчитать систему защиты и перемещение этих комплексов. Это тоже очень трудоемкий процесс. Кроме того, они заняты эвакуацией, эвакуацией всего ценного того, что им хотелось бы сохранить. Очевидным является и выезд тех, кто приехал на оккупированную территорию с надеждой, что Крым вернулся в Россию и остается там. Сейчас эта надежда рухнула, и мы можем наблюдать активизацию проукраинских движений в сознании людей. То есть больше поддержки партизанскому движению, больше поддержки движению «Желтая лента». И это все не может не радовать, потому что люди осознают, что могут проявлять свою гражданскую позицию. Это тоже очень серьезно влияет на самих оккупантов, на их морально-психологический дух. Что касается корабельной группировки в Черном море, это сейчас 15 единиц в Черном и Азовском, 2 в Азовском, 13 в Черном. Ракета-носитель остается на боевом направлении ракетный корабль, который может нести... Британская разведка сообщала о том, что российские оккупанты сейчас пытаются защитить свой флот еще и самолетами, которые называются Б-12. Можете ли вы подтвердить эту информацию? У нас пока нет подтверждения этой информации, но о том, что они пытаются действительно держать сейчас свой перевес в небе, да, этот акцент они ставят. Потому что корабельная группировка, зажатая сейчас между восточным побережьем Крыма и Новороссийском, фактически как одеялом укрывается группой судов гражданского флота, которые они собрали для так называемого осмотра перед Керченским мостом. И вот фактически в этом маленьком бассейне они и плещутся в смысле корабельной группировки. А продвигаться по Черному морю они не рискуют, используя только исключительно авиацию, которую пока мы достать не можем противовоздушной обороны. Но будем надеяться, что партнеры нас поддержат и будут у нас средства, которыми мы их достанем. Да, это правильные слова, и мы слышим, что поддержка будет продолжаться столько, сколько необходимо. Наталья, были сообщения также о том, что оккупанты использовали свою вражескую авиацию для того, чтобы нанести некие удары по острову Змеиной, с которого они сделали в свое время жест доброй воли. С чем связана эта тактика? Связано ли это с тем, что порты работают и сухогрузы из них выходят и входят? Совершенно верно. Атаковать остров, который по своей географической сути является скалой, нет никакого смысла. Бомбить там нечего, разбить сам остров не удастся. А оккупанты направляют управляемые авиационные бомбы именно в сторону акватории вокруг острова Змеиной, где сосредоточено большое количество морских транспортных путей. И работа гуманитарного коридора морского, по которому сюда входят и заходят порты Украины, Одесской области конкретно, их очень серьезно раздражает. Достать кораблями они не могут, пресечь это судоходство они никак не могут. Они провоцируют проблему безопасности этого гуманитарного коридора. Скидывая управляемые авиабомбы, они пытаются привести в действие те мины морские, которые там находятся, и в большом количестве еще есть в территориальном море Украины и в исключительной морской экономической зоне. И таким образом напугать судоходство, напугать судовладельцев вот такой нестабильной ситуации в Черном море. Кроме того, само присутствие тактической авиации в небе тоже должно действовать как угнетающий фактор для возобновления мореходства. Но тем не менее, все работает, в нас люди верят и силы обороны обеспечивают безопасность. Да. Ну и давайте теперь поговорим еще о ситуации, о том, что происходит сейчас на временно оккупированных территориях юга нашей страны. Россияне все чаще угоняют авто местных жителей. Такие случаи зафиксированы в частности в Чаплынке, Железном порту, Малых Копанях. В селе Ольгино Херсонской области оккупанты открыли огонь даже по женщине, которая пыталась отстоять свое имущество. И об этом сообщили в Центре национального сопротивления Украины. Кроме того, есть сообщение, что фиксируется действительно все больше случаев угона личных автомобилей местного населения, мародерства. Ну мы помним, что такая тактика у россиян была тогда, когда они бежали с правобережной части Херсонской области. Как вы опишите такие настроения на левом берегу Херсонской области? Как говорят херсонцы, народные приметы работают. Действительно, когда у них начинается вот такая вот мародерская истерия, это говорит о приближении тех самых жестов, которые в исполнении россиян уже выглядят как неприличные. Хотя жесты доброй воли, которые они называют, могут быть в их исполнении в любом направлении. Мы только поможем продвинуться. В этом случае можем сказать, что отжать имущество у местного населения, это для них прям национальная забава. Они это делают как в интересах боевой операции, когда получают соответствующий приказ, то есть собирая машины для пополнения своего арсенала подразделения, так и отбирая плавсредства для того, чтобы продолжать маневрировать между островами, так и для того, чтобы пополнить свой пенсионный фонд, как они это называют, потому что огромные грузовики запаковывают имуществом херсонцев и отправляют за поребрик. Это тоже тактика их мародерства, которая свидетельствует о том, что они оставаться на этой территории уже не собираются. Это уже очевидно для местных жителей, что в таких масштабах мародерство появляется перед тем, как они осознают, что больше им тут не быть. Прекрасно. Было бы неплохо к 11 ноября совершить очередной уход, как это было в прошлом году, и мы бы обсудили эту ситуацию в нашем эфире. Но расскажите, Наталья, уточните бы, пожалуйста, много ли живой силы и техники сейчас сосредоточено еще в Херсонской области? Как ведут себя оккупанты на тех позициях, которые были в свое время под водой после подрыва россиянами Каховской ГЭС? Буквально на днях будет уже 4 месяца, как произошла эта трагедия. На этих позициях не ведут себя никак, потому что добраться до них уже никак не могут. Мы их уже очень серьезно оттеснили. Их нет на этих позициях, которые для них являлись вот такими взрывоопасными от среза воды до берега, то есть которыми они пытались оградиться от десантирования сил обороны. Эти минно-взрывные сооружения размыты, раскиданы бессистемно, и они сами же на них подрывались одно время. Сейчас силы обороны своей контрбатарейной работой откинули их так, что подойти к этим позициям уже невозможно. Именно потому они используют более дальнобойную артиллерию, пытаются достать правый берег теми средствами, что у них есть. Чаще используют реактивные системы залпового огня. Но мы не останавливаемся, продолжаем свою работу. Количество группировки войск-оккупантов на левом берегу остается стабильным. Оно не изменяется в смысле увеличения. Они подтягивают резервы только тогда, когда понимают, что понесли очень серьезные потери. И переполненные госпиталя тому свидетельство. Основная масса пополнения идет все-таки на запорожское направление и на восток. И один короткий последний вопрос. Еще пару недель назад мы с вами обсуждали уничтожение вражеских катеров и лодок оккупантов, которые маневрировали между островами на Днепре. Сегодня россияне по-прежнему активны или же нет? У нас в фактически каждодневном сведении фигурируют 2-3 таких плавсредства, которые мы снова уничтожаем вместе с диверсионной группой. Они продолжают маневрировать между островами. Там сложная география. Может показаться, сколько же уже там можно маневрировать. На самом деле местные жители и те, кто знаком с географией этого региона, понимают, о чем я говорю. Это очень сложная сеть каналов и островов. И выбивать их оттуда приходится вот таким способом. Очень ювелирно, аккуратно, потому что там находится очень много дач и домовладений наших местных жителей херсонских. И мы стараемся их сохранить. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вооруженным силам Украины за уничтожение врага на наших территориях. И вам, Наталья, что вы всегда находите время для Фридома. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины была с нами в эфире. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.